Сейчас вы узнаете, что такое прокси, для чего он нужен, а также как установить прокси на свой компьютер. Ставьте лайк и поехали! Итак, прокси или прокси-сервер – это сервер-посредник между пользователем и интернет-ресурсом. Вы подключаетесь не напрямую к серверу нужного сайта, а к прокси-серверу, и уже он передает данные на сайт и отправляет их обратно в браузер пользователя. Чаще всего прокси-сервер используется для подмены своего реального IP-адреса. То есть вы, ваш компьютер, находясь в России, может подключиться к прокси, который находится, например, в Голландии, и, соответственно, сайт, к которому вы обращаетесь, будет думать, что вы обращаетесь из Голландии. Поэтому, используя прокси-сервер, можно легко обходить любые ограничения вашей страны на доступ к любым сайтам. Для того, чтобы купить прокси, вы можете перейти по ссылке в описании к этому видео и попасть на вот этот вот сайт. Этим сайтом я пользуюсь уже лет, наверное, 10. Ни разу он меня не подвел. На нем можно приобрести персональные и анонимные прокси за совсем небольшие деньги. После регистрации нажимаете на кнопку «Аккаунт», и вы оказываетесь в своем аккаунте. Первым делом вам необходимо будет здесь пополнить баланс. Для этого нажимаете на «Баланс», выбираете удобный для себя способ оплаты. Сайт принимает карты «Мир», «Вебмани», «Киви». «Робокасса» — это вообще агрегатор всех платежных средств. Для себя здесь любой человек сможет найти тот способ, который подойдет ему лучше всего. Просто выбираете способ, например, карта «Мир», вводите здесь сумму платежа, нажимаете на кнопку «Продолжить», и далее оплачиваете и пополняете баланс. Когда баланс у вас пополнен, переходите в раздел «Прокси» и нажимаете «Купить прокси». И здесь вам предлагается на выбор целых три варианта «IPv6 прокси», «IPv4 прокси» и «IPv4 shared прокси». Что это такое и чем отличается? «IPv6 прокси» — это самые дешевые прокси, которые можно купить даже вот на три дня за три рубля, но некоторые сайты не разрешают к себе доступ с таких прокси, потому что их часто используют для спама. Поэтому я бы не рекомендовал вам приобретать именно этот вид прокси. «IPv4 shared» — это то же самое, что «IPv4», только выдаются они до трех человек, то есть доступ к вашим прокси будет иметь еще один или два человека. Это неплохой вариант для того, чтобы сэкономить, потому что стоят они в три раза дешевле, чем «IPv4». Но если другой человек будет работать с тем же сайтом, что и вы, например, вам нужны прокси для того, чтобы входить в Инстаграм, а, допустим, второй человек занимается в Инстаграме спамом, в этом случае Инстаграм может подумать, что этим же самым занимаетесь и вы, и поэтому он даже может временно ваш аккаунт заблокировать, ну и так далее. То есть здесь можно себе, погнавшись за дешевизной, получить проблем, а можно и не получить. Тут как повезет. Самый оптимальный вариант — это приобретение IPv4 прокси. Это прокси, которые выдаются в одни руки. Приобрести их можно на один, два или три месяца, и, соответственно, здесь можно выбрать любое количество. Тип прокси здесь можно ничего не менять. Все, что вам нужно сделать, это изменить страну. По умолчанию страна у меня стоит Россия. Я нажимаю на выпадающий список, и мне влезает целая куча разных стран, для которых я могу приобрести прокси. Давайте выберем какую-нибудь европейскую страну, чтобы пинг был пониже. Пусть это будет, например, Испания. Как вы видите, прокси стоит также 99 рублей, и для того, чтобы его купить, я нажимаю на кнопочку «Купить», после чего мне останется только подтвердить свой заказ. Здесь можно все данные проверить и выбрать «HTTP» или «Sox». Я всегда выбираю «HTTP», после чего нажимаете на кнопку «Продолжить». 99 рублей будут списаны сейчас с вашего баланса. Ну и после этого, если перейти в раздел «Прокси», здесь мы видим наш прокси, который мы только что купили. Здесь видно, что это IPv4 прокси. Видно, что страна Испания. И также видно все его данные и дни до окончания его действия. Также здесь можно какой-то комментарий оставить. Например, можно нажать на комментарий и записать прокси для Instagram. Нажимаете «Сохранить». Это позволяет вам удобнее управлять своими прокси. Итак, здесь предоставлены нам некоторые данные. В первой строке «IP» и «Порт» — это самые важные данные. То есть по этому IP-адресу и этому порту находится ваш прокси-сервер. Ну и для доступа к этому серверу нужно использовать вот этот логин и вот этот пароль. Давайте я покажу вам, как легко можно добавить прокси на свой компьютер. Для этого можно, например, в браузере Chrome нажать вот сюда, выбрать «Настройки». После чего в поиске настроек ищем «Прокси». Нажимаем «Открыть настройки прокси-сервера для компьютера». То есть мы сейчас устанавливаем прокси не в браузер, а на компьютер. Для того, чтобы это сделать, нажимаем «Использовать прокси-сервер». Вот здесь вот включаем. И здесь нам нужно ввести адрес и порт. Для этого я возвращаюсь на сайт с прокси, копирую сначала адрес. Давайте я скопирую вместе с портом. Нажимаю «Контрол-С», возвращаюсь в это окно, вставляю сюда адрес. После чего порт – это все, что идет после двоеточия, то есть 8000 в моем случае. Я это удаляю, удаляю двоеточие и в порт вписываю 8000. После чего нажимаю на кнопочку «Сохранить». И на этом настройка почти закончена. Теперь нам осталось ввести логин и пароль. Но здесь нету поля «Логин и пароль». Дело в том, что их нужно вводить уже в самом браузере. Для этого нужно просто перейти на какой-нибудь сайт, пусть это будет «Инстаграм». И уже на этом этапе мне предлагается ввести имя пользователя и пароль. Не от «Инстаграма», а от прокси. Для этого опять переходим сюда. Имя пользователя – это у нас логин. Я его копирую, нажимаю на «Контрол-С», возвращаюсь в это окошко. Да, придется мне обновить страницу. Вставлю, вставляю имя пользователя и здесь мне нужно еще скопировать пароль. Вставляю пароль и нажимаю «Вход». После чего прокси уже активированы в моем браузере. Мне здесь предлагается пароль «Сохранить». То есть он думает, что это пароль от сайта. Можете, допустим, сохранить без разницы. После этого я уже могу пользоваться «Инстаграмом» и любыми другими сайтами. Хоть «Фейсбук», хоть «Твиттер», хоть что угодно. То есть все сайты у нас работают, потому что весь трафик у нас сейчас идет через прокси-сервер. Давайте проверим скорость. Для этого я перейду на «SiteSpeedTest.net». Нажму здесь на кнопку «Go» и сейчас сайт «SpeedTest» проверит скорость, с которой у меня сейчас идет доступ к интернету. Скорость моего интернета 100 мегабит в секунду максимальная. И даже без прокси она такая где-то примерно и есть в работе. То есть 80-90 мегабит у меня интернет выдает. Это я показываю для того, чтобы вы понимали, что используя прокси вот таким вот образом у вас никакой потери скорости не будет. Она, конечно, будет, но буквально там может быть 1%, может быть 0,5% на таком уровне. Ну и если вы по истечении этого времени, а точнее пока оно еще не закончилось, решите продлить прокси. Возвращаетесь в свой личный кабинет, выделяете вот так вот галочкой те прокси, которые вы хотели бы продлить. После чего нажимаете здесь вот на кнопку «Продлить». Либо вообще можете включить функцию автопродления. Нажимая вот сюда вот, выбираете «Включить», подтверждаете действия. И эти прокси, здесь видите, да, появилась функция автопродления. Пока у вас есть деньги на балансе, прокси по истечении этого срока будут продлеваться, опять же, за 99 рублей на следующие 30 дней. Напоминаю вам, что ссылка на этот сервис находится в описании к этому видео. Можете переходить и покупать себе прокси. На этом на сегодня все. Надеюсь, что был полезен. Увидимся в моих новых видео.